Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Филатова. Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня вас ждет очередной разбор. Буквально вчера на канале у Алены Блин вышло очень интересное интервью Анастасии Костенко. Она много лет хранила молчание. Это новая жена Дмитрия Тарасова, а предыдущая жена была Ольга Бузова. И по многим показателям их показания не сходятся. У Ольги Бузовой одно мнение в отношении Дмитрия, у Анастасии абсолютно другое мнение. И вы знаете, каждый из них говорит все очень убедительно. Мы это увидим по языку тела. Но мы же понимаем, что язык тела это отражение внутреннего убеждения каждого человека. Поэтому я решила заглянуть глубже и разобраться в двух вопросах, которые, ну вот прям вот кардинально разное мнение у обеих женщин, которые были в браке с одним человеком. Но первое это то, что там по поводу груди Ольга сокрушалась, что Дмитрий настаивал на том, чтобы она делала себе грудь, а она сопротивлялась. И второй момент, то что Ольга говорила, что Дмитрий жуткий жмот, и Анастасия по этим двум вопросам имеет абсолютно противоположное мнение. Она сказала, что Дмитрий абсолютно был, ну не настаивал на том, чтобы она сделала грудь. И второе, что он очень щедрый человек. И конечно же меня это очень сильно заинтересовало. И я вам сейчас прям покажу, как на самом деле это было, и почему это было, почему у них разное мнение. И ответ мы с вами найдем в астрологии. Ну, к сожалению, не в натальных картах, потому что я не знаю их времени рождения. Но даже космограмма нам даст очень четкий ответ на эти вопросы. Но для начала мы с вами разберемся, кто же на самом деле, как говорит правду или неправду. Но разбираться будем с Анастасией, естественно. Да, ну давайте я включаю первый фрагмент, и давайте проследим ее базовую линию поведения. Потому что от этого мы будем плясать. Итак, я просмотрев это интервью, увидела очень четенько, что у нее, ну вот прям положение лица очень четко показывает ее эмоциональное состояние. Где она гордится, она поднимает челюсть, где она чувствует себя не очень хорошо, там она челюсть не поднимает, а часто даже опускает. И вот поэтому мы сейчас многие моментики с вами, галочки поставим, да, по многим моментикам. Давайте смотреть. Плюс еще многодетная семья, это тоже, наверное... И многодетная семья, и история вашего знакомства. То есть где она гордится, она поднимает челюсть, причем когда очень гордится, она даже наклоняет вот так вот голову, что полюбуйтесь мной, я красотка. Мне кажется, что, наверное, с самого первого разговора, искреннего, на самом деле, хоть я и пыталась оторгать, я поверила ему. Я увидела, что он честный. Ну, достаточно было разговоров и каких-то предложений, что я увидела вот за всем этим таким гулящим, да, образом уже такой под конец. Достаточно семейного человека на самом-то деле, у которого есть определенное видение, которое полностью совпадает, в принципе, с моим. А сейчас тебя уже отпустила эта ситуация? Хейтеры, да, я стала по-другому смотреть. Снова начались обсуждения, когда вы решили все-таки его продать. Почему решили продать? Вот как раз-таки по этой причине. Мне хочется что-то свое. И я уже как мама рассуждаю здесь, как женщина, у которой есть три ребенка, который очень хочет, чтобы они были в безопасности. То есть мы видим, там, где она чувствует свою силу, там, где она чувствует гордость, она поднимает челюсть. И это мы будем использовать дальше в нашем разборе. Ну, например, здесь, вот по поводу встречи с Дмитрием. Испытывает ли она чувство вины и вообще как она к этому относится? Давайте посмотрим за ее реакциями, как она это рассказывает. И самое главное, ну, вот давайте смотреть. И следим за челюстью. Как познакомились? В принципе, ничего запретного и ужасающего в истории знакомства не было. Это типичные, наверное... Видите, челюсть она не поднимает. И, да, безусловно, она рассказывает, да, но эмоций тоже здесь очень мало. И обратите внимание, как только появится возможность говорить о чем-то другом, она будет это говорить с легкостью, и челюсть сразу взлетит. Случаи, которые бывают, просто общая компания. Так совпало. И причем в этот день все шло к тому, что я не должна была там присутствовать, потому что приехала моя подружка, она переезжала в Москву. И мы так... Видите, когда про подружку стала говорить, это легче говорить, это интересней, ну, потому что там нечего скрывать, понимаете? Тут даже не в том дело, что есть какие-то косяки с ее стороны, просто она сама себя, возможно, в этом смысле обвиняет. И поэтому вот такая реакция, то есть ей неприятно это вспоминать. Она понимает, что здесь, ну, не все так красиво, как хотелось бы. Да, как раз-таки вот познакомились, но я как бы особо везде это афишировала. Но первое впечатление, вот, ты увидела Диму Тарасова? Да. Что ты подумала о нем? Я только подумала, что он гуляка, то есть... Видите, отклоняется, ну, эмоций опять-таки мало, и если они есть, то они такие неприятные. Видите, дальше идет отвращение. Я даже ему сказала, как-то вот запахло похотью, как-то мне стало не по себе. Ну, вот, посмотрите, как отвращение, ну, прям отвращение, отвращение. То есть описывая встречу с ним, она, ну, не рассказывает это с восторгом. И понятно почему, потому что такое количество хейта на нее вылилось за это время. И это понятно, она старается минимально об этом рассказывать, да. Но история знакомства не такая романтичная, как, может быть, хотелось бы. Но, тем не менее, они вместе, и они живут, да. И у них дети, и мы, ну, не видим каких-то поводов для скандалов. И это говорит о том, что все-таки, наверное, есть причина быть вместе, да. Поэтому, ну, конечно, а по поводу встречи, да, безусловно, она чувствует какую-то вину. Но, скажем так, ну, вот, когда я посмотрела на нее в этом интервью, да, честно скажу, я ее зауважала. Вот как хотите, можете мне сейчас сказать, что она там не права, еще что-то. Но когда я разобрала их натальные карты, вернее, космограммы, да, я увидела, что тут Вселенная сама, что называется, подсуетилась, и так получилось. Потому что, ну, все, что не делается, все к лучшему. Да, я прошу прощения за мою такую эмоциональную вставочку. Давайте смотреть дальше. По поводу, вот, наблюдаем за ее челюстью и насчет брачного контракта. Какие на самом деле эмоции она испытывает, и на самом деле она так, ну, безоблачно, чиста. Давайте смотреть. И вот здесь вопрос, а у вас есть брачный контракт? Нет. Никакого. И никогда вы это не обсуждали. Мы один раз это обсуждали, потому что компания, с которой я вот как раз-таки сотрудничала. Видите, еще челюсть немножко повела в сторону. Они попросили, чтобы Дима подписал, что он не претендует на квартиру. Он без проблем. Да, и ей это понравилось. Это, ну, скажем так, все-таки сказать, что она альтруистично полностью настроена, здесь я не скажу. Но с другой стороны, девчонки, а кто из нас по-другому будет относиться? Ведь это же страховка, да, по большому счету. Поэтому, ну, опять, может быть, я уже пошла свое мнение накладывать, но давайте абстрагируемся от моего мнения и, ну, вот, сделаем вывод. Вот, вывод в том, что, что касается брачного контракта, она не испытывает восторга, что его нет, но тем не менее и она обрадовалась, когда там обстоятельства сложились так, что какую-то часть имущества ей удастся, ну, в случае чего оставить себе. То есть, вот, все-таки она подняла челюсть, и это мы видим, что для нее это успех, это то, чем она гордится. Поэтому, ну, делайте выводы сами, да, ну, да, безусловно, это понятно. Все, не буду свое мнение. Да, вот почему я все-таки ее зауважала, вот потому что, вот, давайте послушаем. Почему брак Димы Тарасовой с Ольгой Бузовой не получился, а в тебе ему удалось найти вот свой идеал и ту семью, о которой он мечтал? Какой интересный вопрос. Смех – это реакция на стресс, да, и, да, безусловно, возможно, даже радость. Да, вот здесь, конечно, немножко прокололась, но смотрите дальше, что она делает? Я не хочу думать в негативной позиции, в негативном. Я стараюсь выбирать позитив, поэтому скажу, наверное, почему получается, потому что мы… Видите, она говорит и не поднимает челюсть, вот это вот показатель. То есть, она здесь не торжествует, она здесь не демонстрирует, что я красотка, это мое достижение. Она, вот, говорит очень ровно, старается, по крайней мере, старается не гордиться этим. Вот это первый момент, благодаря которому я действительно зауважала этого человека. Ну, всяко в жизни бывает, да, и в моей жизни это было много разных примеров, ну, и поэтому я прекрасно, ну, вот, сейчас могу смотреть более широко на эти вещи, да. И, да, я понимаю, что люди расходятся, люди сходятся, и, ну, часто это бывает не очень комфортно. Но вот то, что она сейчас не торжествует, это первый плюсик. Дальше. Два таких вот человека, которые встретились, и наши цели совпали, совпадают, потому что я вижу, как он старается для семьи, и я считаю, что я стараюсь для семьи во многих аспектах. Вот смотрите, вот на этом моменте, когда уже вот она пошла о работе над семьей, здесь уже пошла челюсть, то есть здесь она уже этим гордится. Понимаете, вот то, что в моменте, что он там ушел, там променял и все такое, она этим не гордится. Но когда пошла, пошел разговор о работе, о совместных целях, вот здесь это уже ее гордость, это уже ее работа, и она о ней говорит с высоко поднятой челюстью. То есть перед нами человек, который привык делать сама свое счастье, понимаете, ну это кузнец своего счастья, по большому счету, да, который гордится, естественно, своими достижениями. И учимся слышать друг друга, потому что иногда бывает тоже непросто, разные, вот я уже озвучивала, бывают периоды. Да, и действительно, там есть периоды, и в космограмме этот момент, который вот не очень сходится, я вам его тоже покажу. И здесь она действительно полностью права по поводу того, что, ну вот, есть сложные моменты, и эти моменты в космограмме, они прям четенько видны. И что, ну, то есть получается, человек поработал, и человек с высоко поднятой челюстью нам рассказал о своих достижениях. И самое главное, я не услышала ничего плохого в отношении Бузовой, и это тоже большой плюс, я считаю. Конечно, ну вот представьте, очень много хейта вылилось, и здесь я никакую сторону не хочу поддерживать. И, кстати, вот если разобраться, то обе они на самом деле правы. Вот как ни странно, вот как в том еврейском анекдоте, да, и ты прав, и ты прав, вот здесь как раз та самая история. Потому что, исходя из астрологических показателей, получается, что он по-разному себя вел с обеими женщинами. И поэтому у них разный, такой настолько разный опыт. Но об этом мы еще поговорим. Но здесь вот она упомянула то, что у них общие цели, цели совпали. И я вам это тоже покажу по натальной карте. Мы сейчас к этому подойдем. Просто хочу максимально вот вначале вам показать именно язык тела, да, и вот эти сигналы. А потом уже подойдем к космограммам, и я вам прям четенько все разложу по полочкам. Что касается груди, вот Ольга говорила, что он настаивал на том, чтобы она сделала грудь, а Анастасия говорит, что он даже был против этого. Давайте посмотрим, кто из них прав. Ну а как же быть со словами той же самой Бузовой, которая наоборот рассказывала, что когда они были в браке, Диме не нравились ее формы, и он просил ее увеличить грудь. И у меня всю жизнь во время брака мне говорили, что у меня маленькая грудь. Смотрите, фраза «мне говорили» значит без адреса, то есть не сказала, что Дима говорила, ну то есть вот абстрагирование идет. То есть она говорит сейчас о своих ощущениях, возможно было сказано, и вполне возможно это было сказано, но это не было в настойчивой форме. Это было дано, ей давали понять видимо вот это. Да, значит дальше давайте внимательно смотреть, вот в замедленной съемке там было, вот видите, плечико смотрит вниз, вспоминает ощущения. Тут либо чувство вины, либо ощущения. Ну я думаю, что она вспоминает свои ощущения, и потом смотрите, волосы поправляет, то есть это имиджевая такая вещь. Да, ну то есть ей больно об этом говорить, возможно трудно об этом говорить, возможно, что часть этой информации она ну немножечко поднакручивает, да. Ну ощущения у нее такие явно были, да. Теперь давайте смотреть дальше. Вот так. И вот оттягивание уголков рта тоже, это неловкость, ну возможно потому что тема такая интимная, ну вот вот так вот. Вот было бы классно, если бы ты сделала сиськи. Я в это не очень верю, потому что... Если она придумала это? Не знаю, ну... Это уже 7 лет почти. Видите, она отклоняется и не поднимает челюсти, челюсть низко, то есть она понимает, что возможно такое могло быть. Она хорошо знает своего мужа, да. Возможно было такое настроение. И я вам сейчас объясню, почему это настроение точно было. Это уже скрыто именно в космограмме у Дмитрия. 7 с Димой, и я знаю, что... Вот теперь она уже говорит о том, что она знает и где действительно она ступает на твердую почву. Вот что касается этого, то там очень все шатко, очень все относительно. И она понимает, видимо, откуда ветер дует, но это ее не касается. Она действительно этого не знает, да. Но когда она переводит разговор на то, что она четко знает, она поднимает челюсть. 6-6 лет. Ну вот насчет путания в годах, тут тоже у меня вопросики, но ладно. Почти 7. И я знаю, что он точно против. Ну, значит, здесь теперь давайте посмотрим на космограмму Дмитрия. И что мы здесь видим? Дело в том, что Марс... А, сейчас я подвинуться, придется мне сейчас секундочку. Я передвинусь. Да, так вот, его Марс находится в тельце. И это говорит о том, что в сексуальном смысле ему нравятся женщины с пышными формами. Потому что телец это стабильность, а пышные формы, большая грудь у женщины, это признак стабильности, признак больших запасов энергетических. Ну, это бессознательно считывается. Поэтому, да, действительно, его возбуждают женщины с большой грудью. Но извините за такие интимные подробности, но как бы тут из песни слов не выбросишь. Да, значит, что ему нравится это. Что касается, вот говорил он Ольге или нет, то здесь очень интересный такой момент. Ну, связь с Анастасией мы будем рассматривать дальше. Но связь с Ольгой, смотрите, у него Венера находится в Водолее. А Ольга как раз и есть Водолей. Так, точно Ольга Водолей? Да, да, вроде Водолей. А у неё прям там пограничная между Козерогом и Водолеем. Но даже если там это всё на стыке, всё равно у неё очень много водолеистых черт. Да, и поэтому он априори влюбляется, влюбляется в женщин с этими признаками, да, вот с признаками, ну, то есть ему нравятся женщины-водолеи, вот именно такие, как Ольга Бузова. И он в них влюбляется, но жить ему комфортно с женщинами другого типа, это уже Скорпионий тип, понимаете, луна-то у него в Скорпионе, и это очень мощный показатель. Девчонки, вот, кстати, будьте внимательны, когда вы общаетесь с мужчинами, да, и влюбляются они в тех, вот, где у них, ну, в тех женщин, у которых сильно проявлен именно вот знак, в котором у него находится Венера, а комфортно жить ему с теми женщинами, у которых хорошо проявлен знак, в котором у него находится луна. И вот здесь вот такой, знаете, такая ловушка, можно сказать, почему он, ну, вот, получается, что мог требовать или как-то давать понять, он мог даже это показывать очень грубо, ну, вот, желание своё, чтобы ей измениться и стать более тельцовой, да, чтобы ей быть более подходящей ему для секса, потому что их связь основана именно на вот этом влечении, понимаете, Венера это влечение, это секс, луна это душевность, это вот когда души вот встречаются, и им комфортно вместе. И вот здесь получается, что их связь была, я не хочу преуменьшать, там действительно была хорошая связь у Ольги Бузовой с ним, но с Анастасией эта связь намного крепче, и вот то, что у них это было основано на Венере, а у него ещё и конфликт между Марсом и Венерой, ему приходится выбирать, выбирать либо любовь, либо достижение, да, либо секс, и вот у него любовь с сексом как-то вот не могут сойтись, то есть либо то, либо другое, и вот эти перекосы, Марс он не только за секс отвечает, он и за достижение, и за всё, то есть получается, что вот в этом был конфликт у него у самого, даже не в Ольге дело, понимаете, ему вот просто хотелось такую, но с пырломутровыми пуговицами, да, ему не жалко было, вот что касается Анастасии, то там связь как раз по Луне, и там действительно связь душевная, вот там больше к вселенской любви, а вот здесь вот связь такая телесная, да, и в общем-то, ну а почему бы не потребовать, то есть вот здесь как раз я понимаю, что это могло быть с его стороны, вот какой-то даже абьюз мог быть, и не потому что Ольга плохая, не потому что там он плохой, а потому что у него вот этот конфликтный аспект очень чётко прописан в его космограмме. Идём дальше, следующий момент, по поводу груди разобрались, действительно, я допускаю, что там он мог требовать у Ольги то, что он не требует у Анастасии, но, кстати, у Анастасии с ним очень чёткая связь по Луне, это на уровне эмоций, они, им даже не надо говорить друг другу, я это вам сейчас покажу, когда я буду их синастрию показывать, им не надо говорить даже друг другу, но женщина очень чётко чувствует желание мужчины, особенно вот когда у него, ну вот как я вам уже показала, да, вот Марс в тельце, и женщина автоматически чувствует, что ему нужно, чтобы его больше заводила, и, соответственно, начинает соответствовать бессознательно, и вот то, что она сделала грудь, это не потому что ей там хотелось, не потому что как-то там модно или ещё что-то, а потому что она считала бессознательное желание своего мужа, да, и даже несмотря на то, что он ей этого не говорил, она посчитала нужным это сделать, понимаете, это уже чуть-чуть другая связь, и, ну, вот действительно так бывает. Следующий момент, так, грудь мы посмотрели, следующий у нас фрагмент, а, вот это была грудь, да, сейчас секундочку я включу. Ну, а как же быть со словами той же самой бузовой? А, да, всё, вот это то же самое. Теперь следующий момент насчёт удержать, да, давайте смотреть. И вы просто на устах у всех, чуть ли не каждый день. Как ты думаешь, почему? Много факторов, я думаю, что интересно, потому что здесь можно сравнивать всё, что угодно, да, и делать отсылки к разным... Видите, как она изящно старается не упоминать имя Ольги Бузовой, да, ну, это понятно, да. Прошлым отношением, но всё-таки одно дело обратить внимание, да, сфокусировать, а другое дело удержать. И вот здесь вот она абсолютно права, но она приписывает это достижение себе, отчасти она права, действительно, ей бы удалось при любых обстоятельствах удержать этого мужчину, просто потому, что у них реально синастрия, понимаете, у них больше связи, не в том дело, что Ольга плохая или она чего-то не умеет, а дело в том, что просто связь у них лучше. Вот это вот как раз то, что обязательно нужно, вот вы, если вступаете в отношения, обязательно нужно смотреть вот эту синастрию. Я вам сейчас покажу, что происходит между ними. Вот, пожалуйста, Тарасов, вот Анастасия. Ну, как бы мы видим, что, ну, дальше я вам покажу, если вам будет интересно, ну, в общем, я это озвучу, да, вот эти моментики, вот вы видите тут соединение между планетами, всё такое, но обратите внимание на их синастрию. Это просто вау! Понимаете, вот я когда консультирую и смотрю у людей синастрии, мне очень редко попадаются такие совместимые пары. И, ну, вообще удивительно. Единственное, что, конечно, мне приходится здесь, к сожалению, без их времени рождения, возможно, что если бы было время рождения, мы бы посмотрели и по домам, и по, ну, более точно по луне, потому что луна в течение дня может выйти из одного знака в другой, и здесь, ну, как бы нам приходится просто угадывать, да, в какой-то степени. Но, тем не менее, вот всё-таки, обратите внимание, луны находятся рядом. Ну, как бы, и они находятся обе в знаке скорпиона. И всё-таки, учитывая то, что они уже там 6 или 7 лет вместе, и, ну, мы как бы не видим, чтобы там что-то планировалось к разводу, да, я считаю, что действительно у них луны находятся в одном знаке. Ну, то есть время уже эту пару нам показало, и показало, что действительно это те люди, которым комфортно быть вместе. Самое главное, когда, ну, вот у вас и у вашего партнёра, например, луны в одном знаке, знаете, это такой показатель, когда мне хорошо, когда хорошо тебе, вот понимаете, это душевная такая любовь, это не страсть, которая по Венере, это не какие-то там другие виды, а вот именно комфортно, вот знаете, когда комфортно вместе даже молчать, вот это как раз вот эта связь, понимаете. И я уверена, что луны у них действительно рядом, потому что она искренне говорила об их отношениях, о том, что вот действительно, и вот встретив такого партнёра, ты его, ты даже ничего не должен делать, чтобы он остался рядом с тобой. Ты просто должен быть сам собой, и он будет сам собой, и вам комфортно будет вместе. То есть это прям шикарно. Причём обе луны в Скорпионе, обе скрытные, оба скрытные, но это вода, это значит плодовитость, понимаете. Стихия воды, Скорпион, это плодовитость, это, понимаете, может быть, им и не так хотелось детей, но они настолько ментально связаны, им не надо говорить друг другу ни о чём, но просто вот встретившись, они мысли друг друга прочитали, да, и увидев, что партнёр хочет детей, ну, как бы озвучить мог кто угодно, даже тот, кто не хотел детей, но просто озвучить, потому что вот комфортно мне с тобой, понимаете. Вот я хочу, чтобы ты был счастлив, я готов для этого, там, не знаю, вкладываться во что ты скажешь, ну, во что ты хочешь вкладываться, да, то есть я готов разделить твои интересы. То есть вот это вот как раз та вселенская любовь, которую мы все с вами очень хотим видеть. Но кроме этих лун мы видим, что тут целых шесть аспектов соединяющих и только один аспект разъединяющий. Вообще вот смотрите, для того, чтобы понимать вообще вот этот круг, да, буквально немножко скажу, вот представьте, что каждый круг – это такая многоквартирная, ой, многокомнатная квартира, да, в каждой комнате живёт какая-то планета. И когда, ну вот мы видим, что, ну, здесь соединяются сразу две квартиры, вот встречаются два человека, это как две квартиры объединяются, и то, как они будут общаться, вот эти планеты, которые живут в каждом домике, подружатся ли они. Вот это вот, вот эти полосочки зелёные и красные говорят о том, какие, какого толка общения между этими планетами, да. И зелёные, как вы понимаете, это позитивное общение, то есть когда ходят друг к другу в гости, там ещё что-то. Красное – это когда планеты между собой ссорятся, и бывает ещё соединение, это когда, ну, просто планеты сносят нафиг перегородку между стенами и живут одной семьёй. Вот это вот прям, бывает такое соединение, вот, кстати, у Бузы, вот, вот, вот это вот, вот так вот обозначается. Вот здесь вот планеты снесли нафиг перегородку и живут одной семьёй. То есть здесь тоже есть плюсы, да, в обеих, как, космограммах есть плюсы, но смотрите, вот здесь вот с Бузовой, да, вот мы видим, что всего три позитивных аспекта, а здесь мы видим, что шесть позитивных аспектов и один негативный. И этот негативный она как раз озвучила. Давайте смотреть дальше. Так, следующий, так, видение семьи, а, нет, чуть позже я вам это покажу. Теперь вопрос по щедрости. Вот это вот прям, знаете, меня прям задел этот вопрос очень сильно, даже больше, чем по вопросу о груди. Так, это что у нас, так, видение семьи. А, нет, подождите, седьмой, сейчас секундочку. И каких-то предложений, что я увидела вот за всем этим таким гулящим, да, образом уже такой под конец. Достаточно семейного человека на самом-то деле, у которого есть определённое видение, которое полностью совпадает, в принципе, с моим, что для него очень важно, чтобы женщина на первое место ставила семью. Ну, это вот как раз Марс в этом, в Тельце. То есть женщина должна обеспечивать стабильный быт, чтобы дом был полная чаша. То есть, ну, как бы, это даёт ему энергию для того, чтобы продвигаться в социуме, для того, чтобы быть активным во всех смыслах, в сексуальном тоже. Ну, то есть это его возбуждает. Да, следующий фрагмент вот по поводу щедрости. Вот щедрость просто вообще меня... Ну, вот почему я, в общем-то, и полезла в эти все дебри, да, астрологические. Потому что мне было важно выяснить этот вопрос. Давайте выяснять вместе. Вот основное то, что для него самое важное, это вот чувствовать себя дома, что тебя ждут, что вот он приезжает после игры накрыто на столе, и проводить как можно больше времени вместе, тем более, что он всё для этого устраивает и делает, чтобы человек так же ни в чём не нуждался. Он очень щедрый, вот как раз таки он очень щедрый, а то все любят писать, я знаю, и семейный человек. Да, ей, конечно, неловко это говорить, потому что она начиталась явно и наслушалась много о нём, но она-то видит его именно так. А почему она его так видит? А давайте посмотрим. Давайте их синастрию опять откроем и увидим те моменты, которые надо посмотреть. Значит, первое, значит, её Венера, так, значит, он, так, она внутри или снаружи, так, секундочку, ту-ту-ту, не помню, так, значит, он, да, она внутри, значит, где её, вот её Венера, а, нет, вот это, вот, вот здесь. Значит, смотрите, всё-таки она снаружи. Так, значит, её Венера находится в одном знаке с его Юпитером. Юпитер – это как раз его щедрость, и на её хотелке ему денег не жалко, понимаете? Вот это вот его щедрость проявляется вот в отношении как раз её. Они одинаково смотрят на это, и ему комфортно, когда она счастлива. Его Юпитер, можно сказать, больше расцветает, когда счастлива её Венера. Дальше. Его Марс находится в Тельце, и это как раз ключевой момент, понимаете, почему он вёл себя скупо с Бузовой, и почему он ведёт себя щедро с Анастасией. Потому что Марс в Тельце – это ещё и рациональные расходы. Если он видит перспективы, то он в эти отношения вкладывается. Если он не видит перспективы, то он просто забивает на это всё, на расходы, и крутись как хочешь, что называется, говорит своей партнёрше. И, ну, видимо, он не видел перспектив в отношениях с Ольгой Бузовой, несмотря на то, что у них тоже есть совместимость, несмотря на то, что у них тоже есть за что зацепиться. Но вот здесь он уже чётко видит перспективы, потому что у них и Луна в одном знаке, и получается, что ему комфортно, когда комфортно её в Венере, он радуется вместе с ней, душевно радуется, он наблюдает за её реакцией, ему тоже комфортно, он гордится тем, что она там хвастается кому-то, да, то есть для него это признак вообще состоявшегося себя, да. Ну и вообще вот всё, получается, что он действительно в этих отношениях видит перспективу, и его Марс такой очень продуманный, да, продуманный Марс, он действительно включает свою щедрость. Вот оно в чём дело, да, не потому что там что-то, он скупой или не скупой, каждый мужчина с новой женщиной ведёт себя по-разному в отношении там разных вещей, и это всё чётко видно по их астрологической совместимости, и вообще по тому, что у них там заложено, вот это прям чётко по астрологии можно проследить. А значит, что касается, вот она говорила, мы не слышали друг друга, да, и они даже обращались к психологу, и вот это как раз квадрат её солнца с его, с его Нептуном. То есть, ну, у неё, конечно, вот честно скажу, с её солнцем, конечно, ну, не совсем хорошая история. Смотрите, её солнце живёт в квартире, вот в какой-то вообще глухой комнате, да, и закрылась от всех планет, оно не общается ни с кем из планет. То есть, её солнце вообще, в принципе, вот перед нами человек, который не умеет светить, которому, ну, которому комфортно быть вот где-то на отшибе, это называется в астрологии солнце в шахте. И это очень сложно для человека, ей, ну, комфортнее быть обособленной такой, в стороне от людей. У неё нет кумиров, она предпочитает изолированность, да, вот солнце, а солнце, это же эго человека, и получается, что вот как раз она такая, при том, что она внешне симпатичная, даже красивая, да, но она не любит быть на виду, она не любит, вот и даже то, что она сейчас учится на ведущую, я не знаю, будет ли у неё перспектива, хотя если прокачает солнце, то, в принципе, почему бы и нет, но солнце у неё, ну, зажато, хоть оно и вовне, это просто, ну, вот получается, что солнышко у неё не очень, да, то есть ей самой комфортно, некомфортно наводить контакты с людьми, но и с ним получилась такая ситуация, что, смотрите, вот это вот единственный красный аспект, это у нас квадрат, получается, её солнце с его Нептуном, Нептун это уход от реальности, это какие-то фантазии, это какие-то, ну, вот его внутренний мир какой-то, и получается, что её эго, которому самому очень плохо, не находит общий язык с его внутренним миром, и им вот в этом смысле очень сложно, и вот она прям чётко выразилась, что мы не могли договориться, потому что они оба, ну, немножко, нет, у него вроде бы всё нормально с этим, так, Нептун, да, он аспектирован, тоже, кстати, с солнцем не очень хорошо, но, скажем, да, у него тоже проблема с этим, с общением, да, то есть они оба немножко раненые, да, и вот этот момент они прорабатывали у психолога, поэтому это прям чётенько видно, но это только одна ложка дёгтя среди вот этой бочки мёда, бочка мёда просто потрясающая, но, значит, смотрите, вот здесь вот оппозиция Лилит Луна, так, а, это у неё, что касается её, да, вот она рассказывала, что у неё предыдущие отношения были очень сложные, а вот, пожалуйста, вот это вот аспектировано вот этим, и, знаете, сейчас то, что она выбрала семью, у неё оппозиция Лилит с Луной, то есть это выбор, оппозиция — это выбор, ты выбираешь либо этот образ жизни, да, и тогда получаешь вот эти все оригинальности, которые бьют тебе по башке, это у нас этот, уран, уран — планета каких-то неожиданных событий, каких-то неприятных событий, и да, действительно, когда она выбирала жизнь по любви, по Венере, да, Венера — это ты мне, я тебе, да, никакой душевности, то есть вот получая вот это всё, да, Венера у неё соединена с Лилит, она получала вот такой сценарий, такое развитие событий. Как только, получается, она вышла из тех отношений, да, встретив Дмитрия, она перешла вот на эти рельсы, она перешла на Луну, она стала более душевной с ним, вот в тех отношениях она сама, ну, вела себя вот таким образом, да, когда она стала вести себя как Луна, то есть отдавать просто любовь, не ожидая ничего взамен, вот Луна — это про это, да, вот эмоциональная связь, она сразу пошла вот по этому позитивному сценарию, да, и здесь уже всё пошло ей на пользу, то есть она отошла, вот попробовала так, получилось плохо, и тогда она перешла вот на эту сторону, да, и уже на этой стороне всё вполне нормально, понимаете, вот он тоже выбор человека, у нас всегда стоят выборы, и часто вот я смотрю по натальным картам своих клиентов, и у меня тоже много вот этих оппозиций, когда человеку приходится выбирать, и вот здесь вот очень важно выбрать какой-то такой позитивный сценарий, и вот в этом смысле хорошо помогает натальная карта. А, да, значит, что теперь, что касается его, как я уже сказала, Венера в Водолее, да, влюбился в Бузову, но квадрат с Марсом, либо любовь, либо достижение, ну, то есть достижение секс, здесь любовь, ну, то есть вот такая, можно сказать, роковая любовь, а Оле тоже Венера в Водолее, давайте Олен, так, подождите, вот совместимость Оли и Димы, и здесь мы видим, значит, что у нас, тут он, так, внутри у нас кто, я что-то опять забыла, а, да, вот, внутри Дима, снаружи Оля, и здесь Оля Венера в Водолее, вот, смотрите, у них Венеры в одном знаке, то есть в отношении любви у них, ну, они понимают друг друга, то есть любви вот именно не вот этой душевной по Луне, а именно любви вот где секс, страсть и так далее, вот они действительно очень хорошо друг друга понимали, они хотели одного и того же, то есть это Водолеи, но там, я не помню, вот когда я их разбирала по нумерологии, там наверняка было душевное побуждение друг на дружку одинаковое, вот эти страстные отношения, потому что вот когда Венера в одном знаке, то есть два партнера хотят одного и того же, да, ну, как бы, а здесь, да, Оля, она является этим, но Дима-то не является, да, и вот получается, что вот какой-то элемент разочарования может быть, да, люди ценят одно и то же, да, и хотят это получать, а вот дать, не факт, что дадут оба друг другу, да, поэтому, ну вот в этом смысле, ну, совместимость, так, значит, Луна в Тельце, Оля Луна в Тельце, как у него Марс, вот еще один момент, а Марс у нее в Скорпионе, то есть, смотрите, получается, она хочет отдыхать, как Телец, да, а заниматься сексом, как Скорпион, а у него наоборот, у него Луна в Скорпионе, вот Луна в Скорпионе, и этот Марс в Тельце, то есть он хочет отдыхать, как Скорпион, а заниматься сексом, как Телец, И получается, что там, где она хочет секса, он хочет отдыха, там, где она хочет, ну, в общем, у них все наоборот, вот это вот, с одной стороны это хорошо, да, там, можно там подыграть немного, с другой стороны это утомляет, да, как бы вот несовпадение, тут как бы вот эти диаметрально противоположные моменты тоже, они в итоге сработали на минус, да, то есть напряжение какое-то создают. Так, и еще, значит, Бузова-Тарасов, секстиль, ее луна, его солнце, вот, вот это вот хороший показатель, вот, смотрите, ей комфортно от его достижений, это вот хороший показатель. Потом, секстиль Плутон-Нептун, это у нас, значит, ее достижения зависят от его внутреннего мира, да, вот ее там покорение мира, да, то есть она, ну, можно сказать, состоялась в какой-то степени благодаря ему, да, то есть его внутреннему миру, видению, да, вот, вот это хороший показатель. Потом, соединение урана с Сатурном, ее оригинальность, а, подождите, вот, вот уран и вот его, так, значит, так, 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 ее Сатурн, или нет, наоборот, ее уран, в общем, ее уран с его Сатурном. Я просто смотрела, значит, она его, ну, вот, вот эти ее все выходки, они его, они его развлекают, да, то есть это еще один хороший момент, но вот мы помним вот эти вот тарабузики, там, вот это вот все, это же оригинальные какие-то ее решения, которые ему нравились, в общем-то, да, хоть там, конечно, и были какие-то моменты не очень приятные, да, ну, вот там, допустим, вот то, что несоответствие, да, где-то он хочет, она не хочет, ну, как бы, а вот это, это, в принципе, его развлекало, он в этом участвовал, но, дальше, квадрат, вот, а вот эта красная полоса, это квадрат Нептун-Юпитер, ее уход от реальности мешает его репутации, вот здесь, вот, знаете, возможно, даже, что она там, вот, в плане, там, алкоголя, вполне возможно, что что-то там намечалось, я не могу утверждать, но Нептун, это как раз вот разные способы ухода от реальности, и ему это не нравилось, вот это, и, ну, с одной стороны, вроде бы неплохо здесь все, вот на этом можно прожить даже всю жизнь, но, когда ты встречаешь вот это, вот уже тогда после этого не хочется, ну, это, вот это уже компромисс, понимаете, и, конечно же, когда он встретил Анастасию, здесь вот в первую очередь луны зацепились явно, да, потом, когда они стали глубже друг друга узнавать, здесь открылось очень много таких моментов, которые, ну, очень важны, ну, во-первых, его лилит в соединении с ее Юпитером, так, 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 а, нет, здесь не этот Меркурий, вот, вот здесь соединение с ее Меркурием и с ее Юпитером, то есть она осознанно выбирает отдавать ему свою энергию в социуме и вот интеллектуальные какие-то свои способности, то есть она, ну, отдавая себя, она получает кайф, потому что аспекты позитивные, вот эти зеленые линии, вообще лилит это планета, которая забирает энергию, которая всасывает как воронка энергию, это, ну, чаще всего это долги прошлых жизней, и, видимо, в прошлой жизни она ему задолжала, но как-то очень мягко в этой жизни она ему это отдает, понимаете, она получает сама от этого удовольствия, если соединение позитивные, зелененькие, вот, если бы это было красное, то здесь были бы испанские страсти, и вот на этой теме ей бы не хотелось отдавать эту энергию, а здесь она отдает осознанно и с любовью и так далее, то есть она положила свою карьеру, свои всезнания, все, все, вот, все, все, все ему положила и сказала, забирай это все, я просто хочу быть рядом, и он получает вот эту энергию от нее, да, вот, как бы жертва, да, в какой-то степени, но это ему по кайфу, а дальше, его солнце, ее Плутон, так, значит, его солнце, он внутри, вот, вот, солнце, Плутон, соединение тоже, значит, она поддерживает его мощной, его эго мощной энергией, то есть она его всячески, ну, то есть она ведет тоже какую-то деятельность, блогерскую, да, и, соответственно, вот этим тоже его поддерживает, дальше, его уран, ее Венера тоже в соединении, так, значит, ее Венера, где у нас Венера, вот она Венера, а вот, вот это соединение, его оригинальность, получается, здесь работает на ее, там, не знаю, на ее деньги, ну, то есть, получается, что ей выгодно то, что он такой оригинальный, нестандартный, где-то он там поскандалил, еще что-то, уран, это как раз вот нестандартные решения, вот, с Бузовой там скандальчики, а все, получается, ей капают подписчики, да, денежки увеличиваются, ну, то есть, это все работает на нее, и здесь тоже очень хорошо, да, такой симбиоз, дальше, Марс с Марсом соединены, вот здесь, вот эта линия, это тоже сексуальная совместимость, это классно, то есть, они смотрят на достижения одинаково, они достигают одинаково, то есть, они такие вот партнеры в достижениях, а если там спорт какой-то, то им одинаково нравится, понимаете, ну, тут, ну, много чего хорошего, да, ее Сатурн с его Нептуном, его попытки уйти в какой-то, там, не знаю, не знаю, он насчет алкоголя там, или каких-то запрещенных веществ был ли замечен, но вот его попытки, если даже и были бы, то она своим Сатурном, ну, потому что здесь у нас соединение зелененькое, то есть, это позитивное соединение, она очень мягко его может вот как-то так завернуть от всего плохого, от каких-то там поисков себя, да, ненужных, или там еще чего, но я имею в виду плохих таких проявлений, то есть, она вот как-то его дисциплинирует, собирает, получается, вот с помощью своего Сатурна, ну, то есть, получается, что здесь вот, вот эта пара, она действительно очень хорошо совместима, и здесь уже, как говорится, да, безусловно, это плохо, что он ушел из семьи, он бросил ложку Бузову, и все такое, и действительно у них была неплохая пара, но вот все-таки здесь пара намного лучше, крепче и перспективнее, вот я так считаю, поэтому, ну, что поделать, в жизни всякое бывает, и, ну, и посмотрев на самом деле на Анастасию, я увидела, что нет там какого-то злорадства или каких-то таких вот, знаете, женских шпилечек в сторону соперницы, нет, она очень адекватно смотрит на себя, на свои достижения, там, где она действительно что-то сделала, она этим гордится, и там, где она ничего не сделала, она как бы старается скромнее говорить, да, она испытывает вину по поводу того, что Дмитрий ушел из предыдущей семьи, и это тоже вот лично мне делает, ну, плюсик в ее сторону, поэтому, ну, извините, сегодня не будет разгрома, не будет критики в адрес героини, ну, что поделать, ну, вот, вот подкупила она меня, подкупила своей вот искренностью, на самом деле, я проверила, получается, и по астрологии, ну, вот, ее язык тела, все сходится, понимаете, поэтому, конечно же, сегодняшний эфир, я не могу сказать, что меня там бомбило или еще что-то, что вы любите, но я надеюсь, что вам такой формат понравился, напишите свои комментарии, свое мнение по поводу вот таких вот разборов, потому что, ну, часто это бывает очень интересно, и если у вас есть какие-то вопросы по вашим совместимостям, вот то, что я сейчас рассказала, я делаю в разборах, в консультации, если вам интересно, пишите на почту, ниже там найдете, светлана-2009, собака.майл.ру, пишите мне на почту, и я тоже готова сделать вам разбор совместимости, потому что, ну, как бы, чтобы не тратить время на тех людей, которые нам не подходят, но, опять-таки, у нас есть инструменты еще по нумерологии, кстати, по нумерологии то же самое, я разбирала, я под видео сделаю ссылочку на то видео, которое я тогда сделала, и там тоже такая же картина, по нумерологии Анастасия ему больше подходит, поэтому, ну, оно как бы складывается вот все вместе, да, и получается, что одно дополняет другое, но астрология, конечно, это более глубокий взгляд на отношения, и, соответственно, получается более четко разложено все по полочкам. Да, ну, ой, я сегодня такой длинный эфир замутила, не забывайте, не знаю, поставить там лайк, дизлайк этому видео, насколько оно вам нравится, поделитесь с друзьями, если кто-то следит за этой парой, потому что, ну, мне было тоже очень интересно разобраться в них, надеюсь, вам понравилось. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока!